В определенный момент у меня родилась такая мысль, что так продолжаться не может. Все. Я эмоционально выгорел и понял, что на этом надо ставить точку. После долгого и очень эмоционального разговора мы пришли к выводу, что нет, я не готова это говорить. Я готов сообщить, что у нас в это утро не произойдет никаких грустных разговоров, только хорошие, веселые разговоры, потому что у нас в студии группа Доредос никуда не распадались, никуда не расходились, как уже выяснилось. Помимо этого еще они и новый клип снять успели и песню записать под званием «Бум-бум». Ну а сегодня ребята уже в студии для того, чтобы рассказать, что же это было, что за откровения в трех частях эти откровения. Я чуть слезу не проронил, когда смотрел в инстаграме. Неправда, он говорит чуть, но я-то видела эти слезы. Да, игра, конечно, ну ребята, вообще. Ну я, конечно, понимал, что... Это было плохо, ужасно плохо или хорошо? Я, по сожалению, до этого разговаривал, мы договаривались о примере клипа, поэтому я знал, что это все пиар-ход. Но все-таки только пиар-ход, либо в вашей группе все-таки были какие-то шероховатости, которые вас натолкнули на такие мысли. На самом деле, первая причина, почему мы это сделали, мы хотели немного подвести зрителя своего, почему мы решили поменяться. Просто сделали это немножечко вот так растянут. Во-первых, рассчитывали на то, что так отреагируют наши слушатели и вообще люди, которые нас знают, чтобы заинтриговать. Ну а, так скажем, поверили люди, которые вас любят, которые следят за вашим творчеством, потому что, ну, по крайней мере, много различных изданий, ну, сразу опубликовали вот эти вот громкие заголовки, да? У нас даже в редакции некоторые говорят, ребята, а до Redos-то распадаются? Ну, вот о людях, действительно, ваши слушатели. Было там личку, сообщения. Было очень много сообщений, очень много звонков. Но, опять же, мы ни в одном видео не сказали, что вот мы распадаемся. Мы же такого не говорили. Все домой слипали? Да, мы слипали. Фантазировали. Просто, действительно, мы подошли к такому моменту. Между прочим, в прошлом году нам исполнилось 10 лет. И после 10 лет мы решили что-то поменять. Мы решили, что нужен ребрендинг. И вот новый виток, новые песни, новые мысли. Новые витки. Новые витки. Тогда вопрос очевиден. В чем будут заключаться эти перемены? Потому что вы артисты, то есть команда с именем, с определенными ожиданиями от вас. То есть есть уже определенные какие-то слушатели, которые любят именно вас. Что будет изменено так, чтобы осталась, скажем так, ваша аудитория, но и добавилась новая? Ну, наверное, первое, что останется точно, это наша, не побоюсь этого слова, интеллигентность. В наших песнях не будет звучать маты, не будет звучать пошлости и все остальное. Да, мы будем петь о любви, может быть, немножко откровенно петь о любви, но при этом интеллигентно. Это первое. А то, что поменяется, поменяется стиль, поменялся уже стиль. И я думаю, что эта песня найдет место в сердцах наших слушателей, которые уже нас любили, ну и будущих. Стилем кто-то занимался, а определенный человек-стилист, вот то, как будет сейчас выглядеть группа Доредос. Начиная с логотипа, потому что, мне кажется, и логотип уже поменялся, да, все изменилось абсолютно кардинально. Да, нашим стилем занимается Яна Позитиве. Знакомый, Яне привет. Ну, а клип снимали, и идея клипа, и режиссер этого клипа является Никита Волок. Студия «Белая ворона». Это, мы говорим сейчас о клипе, на композицию «Бум-бум». Это новая композиция, и она станет и клип, и самая композиция, как новый виток вашего развития, вашего движения дальше, да? А я вот все знаю, что это диссонанс. То есть вот и клип, черно-белые тона. То есть сейчас ребята пришли такие яркие, но при этом и вот эти видео, которые были у нас сейчас в начале, тоже все очень приглушенно, неожиданно. В плане вас, но в плане эмоций от клипа очень даже ярко. Так, признавайтесь, кому вы первым показали готовый видеоклип до того, как его выставили в сеть? Филипп Киркоров? Я угадал? Да. Серьезно? Вот серьезно. Вы до сих пор общаетесь, Филипп Киркоров? Мы до сих пор общаемся. Мало того, что мы только забрали, когда клип уже с постпродакшена, мы тут же сели в Самарюк, купили билеты, полетели в Москву, чтобы показать ему. И он был первый, кто посмотрел. Вообще у Филиппа всегда очень мало времени, он все это смотрит так бегло, да, хорошо, плохо. Этот клип он посмотрел от начала и до конца, и очень-очень внимательно. И мы с замиранием просто дыхания ждали этот, можно сказать, приговор, когда он сказал, это очень классно, это очень круто, это такая тиктоковская тема, он сказал. Ну вот, ну вот все, в принципе, получено благословение короля, да, вот, дальше можно уже двигаться. А касаемо этой композиции, мне кажется, что у нее все-таки, ну, ее путь должен быть намного шире, чем просто Республика Молдова, ближайшие страны, да, вы планируете наверняка ее пиарить и в других странах, в том числе и России, конечно, о которой мы уже упомянули. Конечно же, мы планируем, не знаю, как это удастся нам, но мы верим в то, что эта песня действительно найдет отклик в сердцах слушателей не только в Молдове, но и за пределы нашей страны. Мы будем стараться ее продвигать и в России, поэтому те, которые смотрят нас в Молдове, пожалуйста, отправляйте видео своим родственникам в других странах. Тем более, что на наших соцсетях, то есть на нас подписано очень много людей и из России, и из Европы, это же наши же фаны евровизионские, то есть ее услышат, надеюсь, что во всем мире. И очень хотелось бы отметить, что в ТикТоке мы запустили челлендж, мы станцевали под наш припев, и очень многие люди подхватили это и стали повторять наши движения, либо делать что-то свое. Кстати, дорогие друзья, можете танцевать, ну а самые яркие видео появятся у нас в соцсетях. Так, на вашей официальной страничке, значит, можно появиться, могут появиться наши телезрители. А мне интересно все-таки про клип, ну что-то интересное со съемочной площадки, всегда же людям интересно, что там происходило, мы видим уже только результат. Ну давайте, наверное, начну с самого начала. Расскажу, почему все это в таких тонах, как ранее было озвучено. Значит, из-за того, что мы решили сделать ребрейдинг, начать, вот так сказать, с чистого, с белого листа, в этом была и причина того, что мы решили все делать в черно-белых тонах. Потому что, когда художник делает свои первые наброски, он делает это карандашом, и это все происходит в черно-белых тонах. Вот какое объяснение. Да, вот это вот так вот. А уже постепенно будут появляться краски, а вообще люди, которые смотрят или будут смотреть этот клип, они в своей фантазии будут, наверное, какие-то параллели с этой историей находить. Они находят свои истории в нашей песне. И раскрашивать это своими красками. Мне кажется, как раз сама композиция под названием «Бум-бум» она вот требует особенных красок. Почему? Потому что она, в принципе, с таким легким, мне кажется, все-таки латиноамериканским подтекстом, да, и вот в ритме это чувствуется, в музыке. И, думаю, наши слушатели и телезрители смогут это оценить по достоинству сейчас, если посмотреть этот видеоклип у нас в нашей программе. В принципе, сейчас и состоится премьера, но перед этим несколько слов о будущем. Что вы сейчас в ближайшее время планируете еще делать? У нас вообще большие планы на год. Так как у нас было много времени в связи с пандемией, мы посвятили это время для написания новых песен в новых стилях. И мы готовы к этому году. У нас есть определенный бизнес-план, так сказать, на год. И довольно часто и регулярно вы будете слышать новые наши песни, друзья. Так что подписывайтесь к нам на страничку и будьте в курсе всего. Ну, а если вы не любите социальные сети, вы можете смотреть Мега ТВ, Мега Утро. И, я думаю, что ни одна премьера мимо нас не пройдет, ребята. Не пройдет. Мы вас благодарим, что вы нашли время прийти к нам в гости. Вас поздравляем с обновлением, да. Спасибо. Ну и желаем вам удачи. Будем следить за вашими музыкальными новинками.